Астеопороз Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим в разделе Понятная гинекология о такой проблеме как остеопороз Сразу хочу сказать, что остеопороз может быть разным и этим заболеванием могут заниматься и травматологи, и эндокринологи, и другие специалисты Сегодня мы поговорим о менопаузальном так называемом остеопорозе то есть том остеопорозе, который у женщин связан с длительным дефицитом женских половых гормонов в частности эстрогенов Итак, что же такое остеопороз? Остеопороз это заболевание, которое характеризуется очень сильным снижением минеральной плотности костной ткани то есть кости становятся ломкие и первым проявлением остеопороза является перелом костей но перелом костей возникает не в результате какого-то большого усилия например, я прыгнул с крыши девятиэтажного здания и сломал обе ноги это понятная причина, для этого не нужно иметь остеопороз при остеопорозе человек может просто опереться где-то на крышку стола просто подвернуть ногу, упасть и сделать сложный перелом в нескольких местах, например, сломать запястье либо шейку бедра, либо позвоночник то есть остеопороз это заболевание, которое характеризуется слабостью костной ткани он никогда не болит то есть при остеопорозе говорят, у меня болит, вот болят суставы это не остеопороз иногда путают это со стихандрозом хотя тоже такой диагноз травматологи сегодня современные продвинутые фактически не используют как же быть, как предотвратить эти переломы почему это вообще актуально? потому что на самом деле при переломе шейки бедра вдумайтесь, примерно 30% женщин умрут в течение года после перелома шейки бедра многие из них станут инвалидами-колясочниками многие из них потребуют в дальнейшем дорогостоящего эндопротезирования тазобедренных суставов что могут себе позволить не все и это большая проблема в Соединенных Штатах примерно полтора миллиона человек в год страдают от проблем связанных с остеопорозом это больше чем, например, проблема рака грудной железы инсульта у женщин и инфаркта вместе взятые то есть это очень частая проблема которая, к сожалению, проявляется уже очень поздно как понять, есть у вас остеопороз или нет ну наиболее такой дешевый тест это ростометрия то есть периодически мерить раз в год, в 2-3 свой рост если вы стали ниже на 2-3 сантиметра и вам уже 65 лет и больше то можно думать о компрессионных переломах позвоночника вот касательно позвоночника эти переломы могут болеть просто это боли в грудной клетке боли в спине, в грудном отделе но при этом вы не думайте даже о том, что у вас перелом возник вот опасность компрессионных переломов именно в этом в том, что вам потом трудно дышать соответственно застойные явления какие-то в легких при пневмонии тяжелее выздороветь присоединяются сердечно-сосудистые заболевания и человек умирает как бы от чего-то другого но причиной послужил перелом, связанный с остеопорозом то есть остеопороз это одна из причин снижения качества жизни и даже гибели человека которые являются непрямыми очень сложно проследить не специалисту причинно-следственную связь наиболее продвинутым методом, конечно, является дексоскант, так называемый или же двухэнергетическая абсорбциометрия это специальный прибор, который использует рентгеновское излучение измеряет минеральную плотность в запястье, в поясничном отделе позвоночника и в головке бедренной кости обязательно в трех местах далее мы можем воспользоваться бесплатным калькулятором он для медиков рассчитан но в принципе любой человек может его найти ФРАКС-калькулятор аббревиатура такая ФРАКС есть на русском языке, на украинском языке можно найти то есть он абсолютно понятный и учитываются вот эти вот показатели Дексоскана Тискор мы ищем Тискор в калькулятор вводим такие вещи, как, например, курение злоупотребление алкоголем длительный прием глюкокортикоидов возраст ваш и так далее и вводим значение Тискор и получаем 10-летний риск остеопаратического перелома если у вас 10-летний риск остеопаратического перелома 20% то вам нужно получать лечение от остеопороза вне зависимости от того, был ли у вас остеопаратический перелом либо не было для профилактики для этого используются различные группы препаратов это и антитела, и бисфосфонаты такие, как, например, залендровая кислота алиндронат, и так далее, и так далее и много других препаратов кроме того, женщинам в постменопаузе мы рекомендуем употреблять не менее чем полтора грамма кальция в сутки в виде диеты либо, если диеты недостаточно, можно дополнительно принимать кальций и витамин Д не менее 800 международных единиц в сутки тоже нужно принимать вне зависимости от того, получаете ли вы антиостеопаратическую терапию либо не получаете также для уменьшения риска остеопаратических переломов рекомендуется занятие ну, это заранее нужно занятие с тяжестями улучшает минеральную плотность костей в целом а вот если вы уже человек пожилой то тогда занятия такие, как ушу то есть это занятие собственным телом йога которое просто уменьшает риск падения то есть даже если у вас кости хрупкие и вы при этом не падаете то у вас не будет остеопаратического перелома то есть стратегия, направленная на уменьшение риска падения в каком же возрасте нужно начинать об этом думать волноваться, делать Дексаскан если у вас менопауза наступила вовремя то есть где-то 49-52 года то до 65 лет можете особенно не волноваться про остеопарусь если у вас нет факторов риска если менопауза наступила намного раньше то возможно Дексаскан нужно сделать раньше в среднем мы не рекомендуем делать Дексаскан ранее чем через 15 лет после прекращения менструации вот такая вот информация про остеопароз если кратко остеопароз это слабость костей то есть уменьшение минеральной плотности костей он никак не проявляет себя до возникновения переломов остеопаратических он не болит то есть это немая болезнь первым проявлением которой может быть перелом предотвратить можно сейчас существует много методов лечения много препаратов есть для лечения остеопароза вот в идеале конечно диагностировать остеопароз до того как возникнет перелом для этого нужно знать свои факторы риска быть знакомым ну в идеале чтобы ваш врач был знаком семейный с фрагскалькулятором но если врач вам об этом не говорил вы можете сами найти фрагскалькулятор и посмотреть что туда входит ну а с возраста 65 лет женщинам рекомендуется делать дексоскан и измерять эту минеральную плотность костей я надеюсь что была информация полезной простеопароз и вы немножко больше узнали об этой проблеме подписывайтесь на мой канал в ютубе ставьте обязательно колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео а тем кто слушает подкаст особая благодарность потому что вы слушаете первый гинекологический подкаст от профессионалов для вас людей которые интересуются вопросами женского здоровья задавайте свои вопросы пишите комментарии и я уверен что ваше здоровье станет лучше будьте здоровы и счастливы до новых встреч